он похож творческую деятельность как писатель книжку пишет пытается найти или режиссер выбирает актеров на роли до пытается найти обувь пытается почувствовать совпадение такой сложный процесс можно так охарактеризовать да но как это не явно все равно еще даже знаете это как просто загрузили и в какие-то моменты это процесс и выходит на первый план где-то на нашел и я потом раз выходит на первый план и начинаешь с ним работать и ночью бывают по-разному там у меня есть моменты когда я например вискому не разговаривать на семинарах такого нет а в жизни не сяду я за сижу как молча ну близкие уже привыкли иначе бы конечно да как физическая работа сочетается с практиками насколько можно скажем сочетать эти вещи надо смотреть в каких перестроениях вы находитесь потому что иногда физическая работа категорически показывают потому что вам нужно поймать какие-то тонкие вещи а вы не можете поймать потому что вас отвлекать личико тело дальше когда у вас это все сплетается кто у вас пойдет обратный процесс когда у меня из-за этого частотность подскакивает другое дело что поскольку я вот на данный момент еще мы все при образовании пошли да вот большая часть моих сил находится наверху там будут процессы которые я должен питать и у меня из-за этого физическая выносливость она сейчас меньше это связано не с какими-то возрастными изменениями а это связано с именно вот тем что я там загружен себе ну посмотрю может быть в этом отношении я очень серьезную работу заложил и я не знаю сколько она будет продолжать уже больше десяти лет продолжается вот поэтому физическая усталость наступает быстрее ну допустим чем когда мне было 30 лет вот я там с рюкзаком по горам бегал 40 килограмм а сейчас уже не смогу бегать а если но это опять же не с возрастом связано а если вот это все наверху завершится эти силы соберутся тогда уже скорее всего смогу из 60 килограмм бегать 60 килограмм то есть в этом смысле прирастание есть но надо понимать личкой тела то есть у меня нет задачи закрыть определенные недоработки большие там пласты прямо я закрыл то есть мне удалось выйти и лучше извините я может не скромно мне удалось выйти на уровень выше среднего населения если взять выше среднего я вышел на такой уровень и с этого уровня там по-другому все воспринимается это благодаря тому что я закрыл то есть потому что ну поскольку я берку стремлю мне очень важно если я выхожу на некие так скажем неформально руководящие позиции а выше среднего а если ты то есть можно назначить человеке директором да а можно пошли по жизни по тебе если вы еще при этом если вы темный директор вы будете всех нагибать с вами не будут любить общаться хотя вы будете про вещи говорить а вот а если вы светлый товарищ что вы не будет никому поскольку я туда иду свет наверх то мне важно было вот это проработать потому что у меня были изначально вот эти вещи связаны с тем что если я прав то я заносил обязательно человека а потом еще ходил и говорил неприятно а я тебе говорил это говорил от видишь сейчас если я такое говорю то говорим вот эти вещи надо уходить и потому что но если действительно выходишь на уровень выше среднего то надо умеете прощать людям их развитие потому что ну хотя бы потому что сам был таким и еще какие-то вещи в себе потом надо понимать что если сильнейших свободы в освобождении из данных из ситуации данного то не надо их завязывать а завязываю присутствует как раз таким образом похоже человек начинающим там что-то в голову удалбливать или там еще как-то да все у него на тебя реакция определенная произошла кармическая завязка возникла ситуация выплеснулась сила все завязалось потом вам нужно будет развязывать вы оба не свободны оба не свободны а если ты спокойно все это делаешь что еще не завязываешь или завязываются уровни так называемые благоприятных когда есть изначально на отдачу долгу то есть пожалуйста приходите вот первое нужно наработать что было чего раздавать это нужно наработать наши для конкретно ощутимыми конкретно ощутимая субстанция так скажем это силами соловей поля то есть прежде все это надо наработать второе нужно убрать отрицательное отношение ко всем людям кто тебе делал нехорошо да нужно что многих простить в настоящем искренне простить дальше нужно искренне попросить попросить прощение у тех кому ты что-то нехорошее сделал и там неважно даже может быть ты был более прав чем он тут важна реакция именно людей да потому что мы же с ними развязываемся ситуация это одно на самом деле тоже это другое это вот ситуация сами проще закрываются отношения между людьми закрывается сложнее а ситуация остается там они сами будут разрушаться если подпитки люди же они перерождаются и мы следующем воплощении будем опять с этими людьми крутиться а вы говорите свои недоработки это в смысле по прошлого воплощения получается конечно да а вот терминология много ответов на шоу читал книгу не знакомы были не общались даже не встречался что похоже что то есть очень просто выходит на улицу и смотрите на людей какие у вас реакции на этих людей а это первый простой уровень то есть есть каком-то отрицание чего-либо или нет даже если примерно ваших глазах там не какие-то хулиганские действия совершать какая ваша ли то есть чтобы не быть привязанным важно что вы спросите с этого хулигана за руку лови там и ему за ты она дает хорошо вашу внутренняя потребность в этом это завязки даже несмотря на то что вы правы или вы можете спокойно смотреть и сами будете решать когда вам мешаться и нужно ли вообще вмешиваться может есть другой у которого есть завязка нужно подождать то когда он вылезет и включится в эту ситуацию понимаете о чем речь то есть вот это вы уже не завязано вы можете принять участие и это управление а вот то этого то что это не управление вами управляют ну ваша же ситуация которую вы свое время создали нет но уровень личной защиты это хотя знаете опять же какого привязка к этому делу ну это дело совершенства очень нравится казаться взрослым как таких случаях приходится говорить замечание приходится приходится вы можете говорить замечательно только не ждите что надо учитывать хотите говорить просто по странству можете выражать можете не выражать ну поймите какие задачи вы не способствует воспитанию вы не попустите по такой и общественной мнению вы играете даже смотрите воспитывать можно напрямую можно опоративно не всегда получается напрямую чтобы воспитывать напрямую вы должны быть авторитетом для этого человека вы должны быть тем на кого обращает внимание и затем следует вот это приборе воспитания если вы если вы когда если вы в состоянии таким стать для этого человека например на востоке вот посторонний там прививает уважение к старшим не важно какие старшие твои и твои вот посторонний то есть если выстроена такая система либо это общественная система на востоке либо это внутреннее воспитание то есть понимание это еще более глубокий уровень когда нет вот этого внешнего для построения общественного а есть индивидуальное понимание каждого понимаете о чем это и меня тоже я имею ввиду вот если делаешь встреча и детям стараешься делать на их же языке или чтобы они маленькие потому что у меня дети маленькие стоят на площадке и это присутствует везде в этом случае завязываются какие-то кармические и как все таки поступать потому что от этого не уйдешь здесь более довольны мы же не можем уйти в лес чтобы никого вокруг мы живем в этом обществе и мы пришли сюда для того чтобы здесь жить и развиваться вот это очень правильная фраза что от этого не уйдешь я вам расскажу был свидетелем такой ситуации мы сели на катамарат парусный и приплыли в лагерь в двух километрах от нас там были знакомы в этом лагере в детский лагерь где как раз у них все в порядке там все по правилам а среди нас вот кто приплыл был один курящий человек и он сел посреди этого лагеря не ожидал не ожидал и как значит у него стали коситься все преподаватели а у них все это запрещено а сказать они ему тоже напрямую не могут потому что он чужой да еще мужик здоровый вот возьмем придите еще ну хуже будет пошлет там кому-нибудь ударить за то что ему тут замечание делали ну в лесу он в лесу это эти считают что это лагерь а он считает что это лес понимаете оценки разные вот и надо было видеть как вот эти все его преподаватели они чувствовали себя неудобно то есть это запрещено они всем детям говорят что это неправильно а тут приходят и вот пожалуйста вот изначально была ошибка преподавательно доложено в том что они строго запрещают и как известно запретный плод слабо то есть когда-нибудь потом это вот сработает а дайте я все-таки попробую вот мы всю жизнь запрещали по рукам пили а вот теперь бить то некому и все вот надо детей знакомить только надо знакомить с полным комплексом нужно объяснять почему это нехорошо почему это приходит и в частности у меня было разговаривать мне я им говорил тоже они там курили я говорю что взрослыми хотите вы еще думаете взрослые с это в этом что ли взрослые с говорили это прежде всего в ответственности и в умении там устраивать какие-то действия свои вот ну и поскольку там я за них был авторитетом меня послушали про меня они не курили там курили без меня или нет не узнаем но про меня никто не будет вот такой короткий разговор состоялся у меня пил он воспитатель я им показал другую пример но еще раз говорю я завоевал этот монет потому что я тогда не был интересный человек так что вот а от обратного воспитания ты даже жизнь воспитывай ты не его воспитывай ты даже жизнь воспитывай надо довести человека до полного падения а потом его вытащить когда его настигнет кара ну ну смотря ну смотря чего употреблять мне самому то не надо так что не употреблять самому не надо не надо на себя брать ответственность надо разъяснять больше больше общаться выводить их на уровень сознания а не на уровень там хочу не хочу выводите на уровень да выводите на уровень ответственности сами там не пейте не курите но здесь то это не обязательно говорить но я вообще говорю вообще потому что родители то говорят не пейте не курите и все потом еще раз говорю нужно уметь быть авторитетным для молодежи этот вопрос сложный но вы должны что-то уметь наравне с ними по крайней мере а лучше лучше чем они да но хотя бы если вы умеете так же как они что-то да вы через эту среду входите интересов а потом там проявляете себя как разносторонний личный то есть вы не только умеете наравнивать что они умеют а вы еще много чего к этому и через это можно заваливать авторитет это вот как бы такое неформальное аналитерство воспитание через водки вот это раз у нас нет образование нормальное надо этим заниматься но вот с другой стороной вот этой темной стороной да жизнь знакомить надо просто нужно разъяснять иначе они столкнутся с этим и не разберутся и никто про это не рассказывает не как допустим 90-е годы когда у нас там пропаганда секса была под видом сексуального воспитания в детстве зачем зачем объясните им сначала правила отношения межполовое девочка мальчик как мальчик должен вести себя с девочек как девочка должен вести себя с мальчиком вот это объясните а не извините про трусы Галина откройте окно пожалуйста не получается что вверх ну вот у вас там фиксаторы есть но фиксаторы вы ставите пока формировать внимание может не любите врага не не было улетают дети какие на улице которые бегают свои дома сейчас такой же вопрос такой же вопрос да я сейчас отвечу потом какие-то методы по то самый лучший метод это увлечение 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 нужно увлекать что-то интересное должно быть что-то внимание это через развлеченность во что да потому что это естественный процесс когда нам что-то интересно мы внимание этому уделяем попробуйте создание экстренных типов чтобы убрать здоровье нужно что-то увеличить внимание не 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 да дальше зависит от возраста это вот у самых маленьких и которые постарше ну и на самом деле если нет внимания и у старших то можно и с ними начинать с этого следующий шаг уже для старших то что работает для самых маленьких не сработает но по мере взрослым тоже надо будет применять нужно нужно учить упорство то есть чтобы он добивался цели несмотря на то что не получается наглядный пример если вот человек будет смотреть он поймет о чем наглядный пример вот я видел как такая очень хорошая упорная мама выполняла работу своего малолетнего сына у него запуталась там что-то я не помню например лесок запуталась она сидит и распутывается а надо было привлечь его совместно это делать и говорить давай я тебе помогу и вот вот так вот постараться вот так устроить ситуацию вот понимаете о чем речь вот тогда это все передается причем это с первого раза может не сработать но вы будьте упорны сами будете упорны и настойчивы в этих ситуациях привлечение внимания допустим когда дети шалят нужно чтобы они вас всерьез воспринимали как воспитателя в этот момент то есть если вас не воспринимают как серьезно как воспитателя вы должны дойти извините до физических наказаний для этого существует хорошее место у детей это попа голову не трогайте не берите по затылку не надо давать центр от шлепки по попе шлепать можно но если по-другому не понимают уже все до края дошел да но бывают такие состояния привлеките внимание таким образом я вас уверяю вы один годик так повоспитываетесь дальше на вас будут обращать внимание дети запоминают тон к которому вы обращаетесь перед тем как следует да вас будут серьезно с пониманием в дальнейшем вам достаточно будет просто вот такой тон создать чтобы вас послушались в дальнейшем вы будете переводить его постепенно приводить его к ситуации ответственности за свои поступки не знаю удержанием внимания то есть вот у кого маленькие дети если они начинают так вся вести попробуйте я понимаю что есть абсолютные сторонники отказа детей кровать нельзя совсем никак если вам удается каким-то другим образом здорово с детьми опять же надо общаться как со взрослыми будете общаться как со взрослыми то есть обращаетесь к сознанию детей объясняйте ставьте перед собой убежать ставьте его перед собой и объясняйте ему доводите до него почему вот эта ситуация была неправильная что он неправильно сделал как надо сделать правильно вот в дальнейшем когда уже год-два вот такой работой с ним уже заставляйте его совершил заставляйте его проговаривать ну-ка вспоминать что ты должен был сделать что ты сделал правильно должен сам отвечать вот дальше спрашивать а почему же ты все-таки так делал пока не разберемся никуда не пойдешь сидите и спокойно разбирайтесь душевном строении ну то есть он сам разбирается понимаете пусть он учится разбираться в себе кто он такой почему он совершает такие поступки где вот это вот движущей силам который его там тянет на безобразную или пример наглядный пример тоже много раз уже говорил мой сын там был маленьким заходит на кухню горит газ он туда пальцы раз вот все женщины там мама крик поднимает он маленький он зажался сразу зажим произошел вот что вы делаете я ему начинаю спокойно объяснять хочешь туда засунуть ну да я хочу я говорю вот это как огонь он горячий тебе будет боль ты это понял ты это понял я говорю не будешь потом кричать нет ну давай понимаете это происходит все под присмотром он все равно туда пальцы засунет только уже без присмотра еще кастрюлю себя переверну а так под присмотром спокойно сунула где у нас больше желание у меня пропало но женщина с вами ничего не сделали нужно быть авторитетом вот такой когда начинаются такие занятия развитие определенная заявка и мне в таком случае он не отвечает посыланием больше каких-то ситуаций для их разрешения бывает и так бывает и наоборот наоборот это препятствия не то что больше развиться это больше проблем бывает и так да пока не выйдешь но какой-то более высокий уровень когда это все уже у тебя все равно то есть они все равно а не проблема да они прилетают а тебе у тебя все равно вот так вот ты хотел там спросить что-то еще хочешь я хотел вернуться подойти немного к этой теме поскольку допустим мне еще рано и вернуться к темам самого развития я хотел узнать мнение как связано вот это вот наиболее популярное в народе знаки зодиака и в целом это гороскоп и так далее вот с самим развитием и какого это божественного уровня по знаниям всего но это влияет но это влияет это будет влиять вот то есть чтобы уйти ну чтобы на равных играть как скажем да уйти от влияния это совсем высокий уровень а чтобы на равных играть этими силами необходимо выйти на уровень работы ну сначала силами природы это а потом нужно переключиться на солнце вот я на солнце переключился и уже собственно земли или планеты как сейчас называют уже на меня если оказывать не ем не ощущаю а поначалу да почему собственно говоря многие находят соответствие да такой знак вот написано это происходит вот не надо это путать с понятием судьба потому что судьба она выстраивается не относительно планеты да или там земли да она выстраивается относительно прожитых ситуаций по прошлой жизни ну карм судьба почти одна тоже очень местная в принципе надо конечно уходить от этого явления превозмогать его но пока ты не подключишься к солнцем сначала там надо с силами природы сработать хотя бы ближайшие природы должен почувствовать пространство вокруг себя что там и как а чтобы это все почувствовать если у тебя крыши не снесло или заслоне да вот нужно иметь внутренние опоры внутренние силы еще иначе можно от всего этого в парке состоянии и к обвинению да или потери альентации внутренние бывали вот кстати говоря по мере вскрытия различных планов тоже может такая вещь происходить потому что вам придется работать с намного большими объемами поэтому я говорю стремиться туда не надо как можно все это достичь а надо внутри себя взращивать силу укреплять взращивать внутреннюю силу в целом укреплять себя и только потом уже переходить к работе с внешними всякими вещами силами вот но мы здесь тоже управлять не можем это скорее всего будет скрываться все само по себе вот главное слишком не углубляться в это то есть работай взращиваем себя продолжаем взращивать себя что-то открылось потому что это не есть развитие способности какие-то еще что-то открывается это всего лишь инструменты вашего развития если вы с этим справляетесь а если вы не справляетесь инструменты вашего насилия насилия над вами формирование центра каждый человек сам может ощутить или это все равно как это должен быть допустим с вашей стороны чтобы сказать что могут это ощущения да а это ну поначалу буду я подсказывать ну еще раз говорю моя задача научить вас самих управлять себя руководить ну у меня нет задачи бегать за каждым и и у вас нет задачи быть привязан ко мне по началу все равно чтобы понять это то ощущение или нет может быть этого да вот 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 можно вот вот связано с тем что центральный канал не привязан не только к физическому телу вообще не привязан он не привязан к этому миру вот и поэтому если начинать работу центрального канала то очень сложно связать его работу с развитию нижних тел физическое эфирно астральное ментальное центральный канал в принципе вот ну почти не привязан по крайней мере к физическому эфирному точно не привязан вообще не так с остальными там ну можно рассматривать вот поэтому мы работаем с каналом позвоночника потому что он непосредственно встроен два фички тела через сам позвоночник а в дальнейшем это все сместится автоматически до центрального канала скажите вот рождается орегану то есть в нем сидит какая сущность которая но генетически вы связаны что такое урод от падая я помню кто это вообще такой взаимоспект надо идти и смотреть дело тут не в родовой связи а дело в карме так скажем да то есть в прошлых поступках ну в прошлом воплощении то что было потому что по какой причине какая-то сущность подсела на кого-то и какую-то связь имеет это все дело дела минувших дней вот это не от рода зависит это зависит ну понимаете это же наше развитие и так же как если детей отовсюду отберливать ничего не давать им делать они не разобьются они будут просто телезрителями да зрителями не участниками событий вот поэтому и нас также пускают если мы куда-то хотим нам дают возможность собрать тот или иной опыт а он далеко не всегда положительный он может быть отрицательным и мы можем выстраивать неправильное отношение с кем-то кому-то мешать кому-то вредить и в дальнейшем нам мешают вредят и в частности подселение всякие они тоже с этим связаны то есть это не с родом связано понимаете да понятно но есть какая-то взаимосвязь родовая между людьми или вообще никакой нет есть конечно есть род земной и есть небесный по земному совсем просто родословные составляют на другом плане взаимосвязи нет никакой между родственниками на каком родном не знаю генетически вы связаны генетически вы связаны то есть у вас там похожие там что-то там структура физического тела например для какой-то степени мы связаны даже с мышами но более связан ты с твоим прямым потом правильно чем с мышками понимаете дело в том что то что называют генетика это вообще для меня не лично непонятная штука я не очень понимаю что они под этим подразумевают мне кажется они не понимают потому что они говорят расшифрован геном и дальше что они говорят а вот столько здесь мусорного материала или там ну непонятно какого материала его оказывается там большее количество вы расшифровали вы вообще о чем говорить а мимо генетической связи еще какая духовная связь нет вот если мы вот так будем совсем по-другому форму понимаете то есть это связь на каких-то там тонких планах совсем по-другому если мы генетически говорим то это мы должны сейчас открыть ученики по генетике и читать там что происходит нет я говорю связь другая какая-нибудь есть да конечно но как так на тонких планах есть связь по грушим есть связь там может быть связь по астральным телам а например знаете вот мужчина и женщина встречаются первый раз в жизни начинают испытывать друг другу страсть вот эта страсть связь астральных тел астральные тела у них бум истепились физическими расстояния астральные страсть да и понятно то есть я говорю что что с незнакомым человеком встретиться что своим прямым родственникам то есть у вас вот это вот не физическая связь она одинаковая да то есть может быть может не быть так получается просто имеется ввиду что дети вообще отношений не совсем тогда мы уже должны говорить что такое рот рот это совокупность душ имеющих один источник один и тот же абсолютно один и тот же источник пошла ветер вот это рот ну как грозь винограда понимаете с одной веточкой это рот конечно мы тоже размножаемся и не только мы все живое имеет такую способность а в мире неживом это называется копирование у нас размножение не копировали так вот вот такая связь она есть и она но это это надо глубоко смотреть нужно обладать таким тонким специальным видением и видите кто там из какого рода я могу сказать что современные знания славян они пока не дошли до уровня такого торгового восприятия то есть то что они рассказывают это не совсем то потому что на данный момент озвучено только вот тоже вот самое простое понимаете то есть они озвучили вот самое простое самое первое ничего более сложного ни одна нет это вопрос из того как нам к ним относиться мы в любом случае должны кормить растить да воспитывать это наши обязанности наши не наши какая разница раньше да давайте даже не так давно вот после войны например сирот много долой раз убрали всем вот а по родственникам это вообще как бы вот на руси пока в мире было заведено что да не только в Европе то же самое было в Америке тогда еще не было там индийцы были я не знаю как они живут а они племянут да они племянут уже сам у них тоже самое по сути да вот родня там кто-то умер обязательно значит смертной большая же была да родители забрали обязательно обязательно любое дело как с ним относятся там были отношения они вот не развиты относятся там это мои а вот а вы тут это мы вас прийтили духовные конечно родственники нам нет а духовные надо смотреть потому что задачи задачи разные ну я даже могу сказать по моим родственникам я далеко не я вообще мало с кем из них общаюсь на данный момент и потому что я не хочу общаться потому что задачи ну мне с ними общаться не очень то есть я могу их там чему-то научить но они учиться не хотят и взять с ними еще это не какой-нибудь там профиль например да за кем бегает потому что там деньги деньги есть может быть что-нибудь даст может быть что-то оставит вы ему хорошо относиться на всякий случай да здесь такого велосипед велосипед я маме говорю садись в магазин тебе говорю доверяю нет он не нужен кому нужен этот велосипед я сегодня кстати хотел приехать но я вчера 40 моментов наездил и сегодня что-то а надо было ехать сегодня вот перекрыли кольцо оказывается велозаезд я шел надо было ехать он никому не нужен самокат с батареей да надо тоже освоить но это не велосипед 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 значительно а между родом небесным и родом земным есть связь как отдельные такие я думаю что не вижу кто спрашивает да между родом небесным и родом земным есть какие-то связи или это как-то как отдельные такие составляют может быть может быть связь есть потому что есть договоренность что вот этот небесный род он воплощается в нескольких земных родах на данный момент на данный момент скорее всего так я так скажу я все-таки больших исследований в этом направлении не делал я продолжу пусть сплавянно озвучит потом сравним что то есть мы можем хотя бы надеяться что наши дети они у нас таких задач нет поймите вы в плане наследований что ли передавать не передавать у нас вот он появился и вот с ним надо заниматься вот и все вот и все в плане еще другого что вообще-то у нас такое интересное путь духовного развития не говорят ну получается как надо пораньше как вам надо на праве ну если можете попробуйте нет это же все поймите не надо у нас понятие понимаете понятие надо не надо это оно завязано на насилие на насильственные действия вот а я все-таки стараюсь следовать естественности естественности это движение информации то есть чем не все сложность информации человеку он не у нас надо стать авторитетным человеком а не сложно у меня полетел нет надо быть готовым я говорю нельзя упускать свой шанс надо быть готовым ко всем этими вещам что-то прилетело нужно уловить раз прилетело а большинство раз и прохлопали и все а когда следующий сейчас уступают ну да в общем ну вот видите поэтому общество оно все ниже и ниже дело не в следующем поколении а дело в том что вообще общество все опускается ниже про уровень и образование и образование от образования и нравственности уже я говорю уже нет развлечений между понятиями культуры и искусства уже люди не различают разницы нет для них искусство это культура как это один поэт там песня у него слева скульптура справа структура передом а не за описание вот этого отношения как нарабатывать благость или доброту чтобы было злоба меньше ну если злоба много ну вот есть когда там ожидачный круг злоба как так бабушек себе здорово нет нет дело в том что прежде всего надо научиться любить себя это не отменяет того что необходимо трудиться там заставлять себе что-то делать если ответственность нет но во всех этих действиях надо научиться любить себя то есть хорошо к себе относиться как только научитесь к себе хорошо относиться сможете это отношение привести к другим потому что должен быть образец потому что у нас же большинство на самом деле вот так и поступает по собственному образцу то есть если он сам себя насиловал на всех окружающих начинают нагибать замечали да ну вот допустим высокие спортивные достижения да там же издевательства над спортсменами знаете да эти маленькие девочки мальчики как над ними не видели как тренировки там ну те же фигуристы допустим или спортивные гимнастры девушки там измывательства просто там реально они же они же плачут на растяжках реально плачут от боли вот с одной стороны учат превозмогать а с другой стороны насилие надо сварить дело в том что если мы себя совершенно перестаём любить то мы себя можем догнать было состояние смерти там или умирание да вот пару раз щелок попадают в эти состояния мы думаем что-то не то нам надо поберечься ну вот начинать просто с того что берегут себя да а надо уметь себя любить но не переходить в самолюбование да а именно вот самочувство нужно в себе это развить любовь любовь к себе на самом деле развивается ну значительно легче чем любовь к окружающим нет научите себя там баловать каким-нибудь я не знаю что-то любить какую-нибудь видную вкусную да безопасную всякую ерунду типа алкоголя вот тогда необходимо находить радость радость да сначала через удовольствие понимаете развитием вот дальше научитесь находить радость в каких-то действиях самом действии не достижение результаты это кстати говоря ну господи хорошо просто катаешься никуда а просто катаешься а просто катаешься да да где то а вот я слышал что рак это как подсознательный отказ от жизни у человека программу он себе дает и у человека появляется рак ну я бы сказал для него человек это там сверху не сам человек определяет то есть это не судьба но как бы отразляется что по его действиям как бы уже это на самом деле это может быть и по судьбе заложено что когда-то сработает а может быть когда человек сам сейчас заводит это такое состояние что уже развитие не предвидится что его резко останавливают я вам приведу пример актера который играл в графинку 300 как его фамилия Аилу а точно Аилу вот я фильм про него смотрел он был достаточно развитым товарищем он занимался экстрасенсорикой причем он говорил что ему там шлайка вылечить если он не играл в спектакль он говорил что ему шлайка вылечить ничего делать причем он умудрялся даже сам себя пролечить что мало кому удается у него был случай когда у него язва открылась и его положили в больницу то есть был абсолютно абсолютный медицинский диагноз что это минуты перерыв а перерыв а перерыв нужно сделать давай договорим трех минут да договори да сделаем три минуты договору и перерыв сделаем вот так вот то есть это медицинский диагноз у него язва прободия или как это называется да очень муская форма его положили в больницу а у него там эти гастроли да с театром назначено он должен выступать и он себя пролечил вылечил это все и поехал на гастроли то есть врачи там сами не поверили что не хотели выпускать но потом посмотрели и опустили вот и дальше он стал играть Воланда так ли мастера Маргарита и он что сделал чтобы усилить передачу образа он нашел на зал транслироваться через свои способности да вот это все составляющую тюрьмы стал транслировать и заболел раком и не смог вылечиться всего реально остановили да что он не видел да получил перерывать можно чужой паузу сделан человек улетает просто просит пройти выйти все перерыв три паузу и